А вы заметили, что чем больше функций в вашем телефоне, тем реже вы пользуетесь компьютером или ноутбуком? И да, удобно, здесь есть заметки, есть мессенджеры, но что, если дело касается каких-то документов, например, PDF? И сегодня я вам покажу приложение, с помощью которого вы можете читать, редактировать и создавать документы PDF прямо на вашем айфоне. Поехали! Итак, первое, что нужно, мы заходим в App Store и скачиваем приложение, которое называется PDF Element Pro. Вот так оно выглядит, нажимаем скачать. Открываю PDF Element Pro, и вот все мои PDF-файлы, которые меня встречают. Зайду на любой, и я смогу его читать. Удобное здесь чтение есть, мне нравится тем, что когда я увеличил какую-то страницу, какое-то место, закрываю PDF, захожу обратно в него, то я начинаю читать ровно с того же места, на котором я остановился, с тем же масштабом и с тем же увеличением. Это очень удобно. Также вы можете не просто читать, а делать удобные для вас пометки или аннотировать документы. Сверху нажму на инструмент, вот эта рисовалочка, и смогу, например, выделить какой-то текст. Если мне что-то не нравится, я могу его зачеркнуть, это следующий инструмент, и я просто зачеркиваю. Вот так. Я могу подчеркнуть тоже любым цветом, здесь есть такой инструмент подчеркивания, если мне нужно где-то что-то изменить. Также я могу взять карандаш и нарисовать. Смотрите, сколько настроек. Я могу выбрать толщину карандаша, насколько он будет прозрачный или непрозрачный, и могу просто от руки рисовать. Карандашик. Вот так могу рисовать. Если нарисовал лишнее, то у меня есть терочка, и я могу, например, ей подправить и подстирать, и в уголочке я буду видеть, что стирается прямо сейчас. Ну и, конечно, есть терочка назад для того, чтобы обратно откатить действие. А еще я могу добавить свой текст в чужой PDF-документ. Я нажимаю на буковку «Т» и нажимаю там, где текст мне должен появиться. Например, здесь я напишу «Мир яблок». Вот так. Для того, чтобы переместить, я его выделю и могу его передвигать по документу. Я могу поля сделать шире, например, его завить вот так. Также я могу изменить размер. Шрифт, например, он будет у меня немного покрупнее. И цвет. Ну, примерно вот так. Просто редактирую в документе. Вот так я немножко модифицировал эту страницу. Также вы можете добавить какой-то комментарий, например, к какому-то часть. Например, это очень важно. Где посмотреть комментарий, я вам покажу потом. И вот здесь будет маленькая пометочка. Это которую мы добавили. Эта пометочка – это наши комментарии, которые у нас здесь есть. Наша заметка. Также вы можете добавить геометрическую фигуру, например, квадратик или кружочек. Выберу, например, кружочек красный и толщину сделаю границы побольше. И вот такой кружок у нас делаю. И если я нажму на свойства, то я могу выбрать слой непрозрачность, и он у нас будет без заливки внутри. Воу, свойства я хочу увидеть. Я нажму свойства, и непрозрачность нам не надо. Вот это толщина границы, сразу же могу и посмотреть. Вот такой вот офисный инструмент. После того, как мы поработали с документом, все комментарии отображаются внизу, вот на этой кнопочке. И мы можем видеть, что мы здесь сделали и что редактировали. Например, там, где я выделял, ставил галочку. Могу нажать, и я перейду на эту страницу, и вижу, что вот она. Мне не придется ее долго искать. Либо зайду в заметки, и вижу, что вот это надо из документа убрать. А вот это вот зелененькое, например, нужно добавить. И я это сразу четко могу видеть. Также, где я рисовал кружочек, тоже могу на него перейти. И это я игрался здесь. И выделить, посмотреть, где я выделял зеленым. Это удобно. Но, помимо всего прочего, да, мы нажимаем сохранить документы, и у нас PDF-ка уже меняется. Она сохраняется в таком формате. Помимо всего прочего, мы также можем выбрать вариант просмотра. Сейчас мы просматриваем страницу вверх-вниз. Это мы вернулись в этот просмотр. А мы можем горизонтальное смахивание сделать, и у нас странички все будут идти слева направо. Также мне нравится, что я могу редактировать PDF-документ, а конкретно работать с определенной страницей. Например, с этой. Если, например, я работаю с учеником, и мне нужно, чтобы ему эта страничка была лучше видна, я могу просто перевернуть вверх ногами и положить телефон. Сказать, йоу, я-то знаю, что здесь написано? Все, пожалуйста, читай. Либо же я могу сделать одну страницу для учителя, то есть вот так она выглядит, а вторую для себя. Для учителя и для себя. То есть я говорю, так, давайте ставим это слово. Это у нас вот это. Могу это вот и поглядывать. Также, если мне нужно из огромного, длинного, большого подъеда документа, чтобы не лазить, мне нужна 10-я страница, 20-я, я могу просто эту страничку переместить в самое начало. И тогда у меня документ будет начинаться с этой страницы. Например, мне нужна эта страница. Например, 15-ю страницу поставлю наверх и какую-нибудь 30-ю страницу тоже возьму и поставлю в самое начало. И тогда при открытии этого документа файла у меня все страницы будут идти вот в моей последовательности, которую я хочу. Мне привыкли вертикально. Я примутаю на замер. Вот первая страница, вот вторая и вот перевернутая. И я могу с этого начинать документ, подготовиться к уроку, скажем, переместить странички вперед. Это очень удобно и это делается очень просто. Также я могу менять текст в PDF-документе, уже готовый текст на свой. Не сверху вырисовать, а изменять. Я нажимаю сверху на букву «Т» и выбираю то поле, в котором я могу изменить текст. И, например, я хочу поменять его вот здесь. Я сотру один текст, напишу другой. Например, 2099 оставлю. Вот так это выглядит. Также я могу добавить свою картинку. Добавить изображение. Выберу свое. И могу его просто поставить и расположить в документе там, где мне это нужно. Также, если это доступно, я могу менять изображение уже в PDF-документе, которые здесь были. Ну, я также добавлю, например, скриншот вместо этой картинки. И у меня здесь будет скриншот мой, который я захотел разместить. Это огромные возможности в том, чтобы редактировать PDF-документы прямо с телефона, прямо в кармане. И это еще не все. Если вам очень хочется, то вы можете просто создать PDF-документ прямо с телефона, нажать на плюсик. И вы можете сделать, кстати, папку для того, чтобы более удобно. Напишем важное. И вы можете в эту папку поместить, например, вот этот и вот этот документ. Я нажму передвинуть в важное. Причинить важное. И вот таким образом я упорядочил документы. Готово. И у меня в важном есть свои документы. Также можно создать PDF, я нажимаю на плюсик, нажимаю на создать PDF. И у меня выбираются шаблоны, с которых я могу начать. Например, из пустого бланка я нажму на текст. Нажму на чистый лист, добавить текст. И выберу, ну и напишу, привет. Вот так вот, например, я хочу, чтобы это у меня тут работало. Вот, и я уже создал PDF-документ. И могу закрыть и нажать сохранить. Конечно, вы также можете отсканировать, включить камеру и отсканировать PDF-документ. И вставить эту фотографию прямо в ваш PDF-документ. Либо же вы можете сфоткать на камеру, а потом использовать это уже при создании документа. Приложение называется PDF Element Pro. Ссылку на него я оставлю в описании. Переходите, скачивайте, смотрите и проверьте, как у вас это работает. Я уверен, если вы работаете с PDF-документами, вы найдете что-то важное, что действительно вам пригодится. И вам это делать намного проще одной рукой. Не идти к компьютеру, не ехать за ним, а вы все можете делать одной рукой в телефоне. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пока.